Добро пожаловать в Каттерленд. Здесь каждый из нас попробует себя в роли создателя своей собственной волшебной страны, разрезая игровые компоненты. Да-да, вы не ослышались. С помощью ножниц вы будете разрезать карты, разделяя земли и заселяя их необычными существами. Ну а я помогу вам разобраться в этом. У нас здесь имеется 160 уникальных карт. Каждый из вас получит три таких. В свой ход вы выбираете одну и разрезаете её на части. Далее каждый соперник по очереди берёт себе одну из них, а последний фрагмент достаётся вам. Теперь у вас есть с чего начать создание вашей страны. Следующий игрок также разрезает одну из своих карт и предлагает её части на выбор другим игрокам. Так постепенно вы будете выстраивать свои земли. Но сейчас я должен рассказать вам больше о монстрах, которые будут их населять. Весь вкус игры в этих волшебных монстрах. И да, иногда это стоит понимать буквально. Ведь каждый из них особенный и требует индивидуального подхода. Взять, к примеру, гоблинов. С ними проще всего. Они любят держаться группами, но если их соберётся слишком много, будет бардак и ругань. Кентавры любят простор. Выпусти их в открытое поле, и они будут счастливы. Чем поле больше, тем лучше. Драконы. Ох, будь готов к тому, что эти негодники обязательно кого-нибудь поджарят. С другой стороны, похоже, что они последний оплот моногамии на наших землях. Поэтому хорошо, когда у дракона есть пара. Черепахи и интроверты. Они не выносят других черепах в своих землях. С одной соседкой черепаха ещё может смириться. Но больше это абсолютно неприемлемо. Дальше у нас... Ох, жабы. Буду с вами откровенен, я понятия не имею, откуда они здесь взялись. Но ничего, кроме проблем, ждать от них не приходится. Никакой паники, у меня есть решение. Кракены сжирают всех, кто оказался рядом с ними. Так что это отличный способ избавиться от гадких жаб и контролировать остальные популяции. Мы почти закончили. Давайте я покажу своё недавнее творение. Вам стоит увидеть всё в действии, прежде чем пробовать свои силы. Моя страна состоит из девяти фрагментов. И первое, что нужно сделать, получить три крепости и три связки брёвен, которые могут стать мостом или стеной. Посмотрим, как я смогу их применить. Первыми охотятся кракены. Этот кракен собрался съесть мою единственную черепаху. Но уж нет. Защищаю черепаху башней и получаю десять очков за неё. Второй кракен не съест моего кентавра и гоблина. Но я скормлю ему жабу, за что получу два очка. Кентавр, оставшийся на поле, принесёт мне четыре очка. Следующие драконы. Ой, у меня их три в одной области вместо двух. Почему бы не использовать мост и не скормить одного из них первому кракену? Отлично, теперь драконов только двое, и за это мне положено семь очков. Но драконы тоже хотят есть. Ха, прощаемся с ещё одной жабой. И я поставлю ещё один мост, чтобы избавиться от последней жабы в моей стране. Все мои гоблины выжили и находятся в одной области. Так что я получаю четырнадцать очков за четверых из них и по два очка за пятого и шестого. У меня осталась одна связка брёвен. Она приносит мне одну очко. Мой общий счёт сорок четыре очка. Думаете, сможете меня обыграть? Ну посмотрим. Добро пожаловать в Каттерленд. Место, где магические создания оживают в созданной вами удивительной волшебной стране. И не забудьте про картриджи перезагрузки.